всем привет дорогие друзья с вами как всегда александр и сегодня я вам расскажу о коляске от компании halk это вообще немецкий бренд если кто не знает моделька называется spirit m13 если вы помните раньше были очень популярны коляски трости как по мне вот мое личное мнение она не последний в инстанции но мне кажется это уже такой вымирающий вид колясок которые уже днем с огнем новую не найти можно конечно постараться найти но из хороших таких именитых брендов уже мало кто их производит потому что много слишком слабых сторон но у них есть и стороны которые не дают вам другие книжечки которые сейчас стали больше популярными поэтому кто ищет рост вот пожалуйста сегодня вам расскажу об этой модельки и в двух словах немножечко технические характеристики назову полные технические характеристики будут по ссылке внизу в описании на магазин фирс баги там есть столбец характеристики все детально расписано чтобы растягивать ролик я вам назову базовые это немцы халка если кто не знает достаточно такой старенький бренд которого можно доверять он не премиальный но делает хорошее соотношение цена-качество качество соответственно производитель дает гарантию год коляска весит 9 килограмм это нелегкая не тяжелая коляска но трости никогда не весили по 5 килограмм здесь много железа они основательные вот поэтому то 9 килограмм для нее это нормально наклон спинки здесь у нас 120 160 градусов принципе нормально можно сесть не капитанская посадка чуть-чуть спинка завалена но этого увидите но это в пределах вообще нормы но 160 градусов спокойно ребенок спит производитель заявляет что эксплуатировать можно из 6 месяцев до 3-4 лет максимальный вес ребенка она выдерживает как заявлено в характеристиках 15 килограмм но как показывает практика я мое мнение повторюсь я не последними в инстанции мое мнение но как показ практика трости легко выдерживает больше 20 килограмм ребенка 20 там плюс-минус спокойно вот их ширина колесной базы здесь кстати тоже небольшая 50 сантиметров везде спокойно заедете никаких проблем у вас не возникнет начнем сверху вниз изучать классическая ситуация для тростей ручка не цельная хотя бывали трости не знаю сейчас еще есть или нет надо погуглить трости где цельная ручка но в основном это такие два рожочка которые держатся вот так вот обитая вспененная резина здесь анатомически сделаны специальные вырезы такие выемки под пальцы поэтому хват абсолютно нормальный минус таких ручек не очень удобно одной рукой маневрировать ну вот как-то так соответственно козырек здесь вообще отличный он большой он накрывает ребенка практически в дальше бампера уходит козырек здесь окей что касается тканей такая классическая недорогая плащевочка которая в принципе она гипоаллергена естественно они надежные они износостойкие товарный вид долго не теряют не продуваемые долго промокает достаточно долго можно под небольшим дождем пробежаться но в итоге она естественно мог не дождевик никто не отменял поэтому ткани вообще все все в порядке с тканями не раздражают все хорошо регулируется у нас козырек просто отталкиваем и вот таким образом вытягиваем здесь еще есть дополнительные распорки чтобы он сам не складывался вдруг вдруг от сильного ветра чем такие моменты здесь есть от таких распорок сейчас почти нигде нет это вот такая тема тростей давайте взглянем с вами на сидушечку сидушечка здесь высокая вот те 120 градусов о которых я говорил чуть под завален ребенок но это врачи рекомендуют так делать чтобы спинка не напрягалась у ребенка он еще маленький поэтому спинки чуть-чуть вот всегда делают так бывает еще 105 110 градусов чуть больше сидит ребенок но это прям вот грани пограничная такая вот зона лучше вот чтобы ребенок был чуть-чуть наклонен все таки понимаю что не всем это нравится но для ребенка так лучше спинка здесь жесткая в плане основания матрасик здесь встроен очень мягенький приятный прям вот очень мягкая спиночка сидушечка тоже вполне себе пятиточные ремни и мягкие накладочки здесь есть вот такие условные конечно на плечевой зоне на паховой зоне нет ничего бампер у нас не откидывается но он не фиксируется вот в этом положении поэтому имейте ввиду сажать нужно будет вот как то так подножечко естественно регулируемая ну куда без этого да и также у нас есть ступенечка из толстой толстой резины чтобы ребенок мог как-то взбираться ноги туда опускать когда подрастет в общем все окей что касается задней части и регулировки здесь у нас получается тросик все вот 160 градусов как по мне визуально мне кажется что здесь 170 градусов на глаз я могу ошибаться естественно производить и заявлять 160 ну я к тому что вот этого положения вот так вот чтобы ребенок комфортно спал вообще здесь в этом плане все хорошо сзади у нас есть смотровое окошечко кармашек вот эту часть можно откинуть летом если нужно проветрить чтобы ребенок меньше привлечь и в на отдыхе где-то уложили спать под пальмочкой ребеночка то будет хорошо так давайте посмотрим с вами на основании что у нас там такое колеса спереди одинарные сзади двойные колеса передний с возможностью блокировки само собой есть также сейчас вот так что касается амортизации она здесь есть и спереди и сзади причем амортизация такая достаточно мягкая спереди чуть жестче но сзади прям очень мягкая амортизация вообще супер тормоз огонь вот мы нажали просто толкнули она откинулась вот слабая сторона тростей это багажнике из-за вот такой вот такое такого обилия перекрестных вот этих перекладин здесь никак не внедрить нормальный багажник в рай бы вроде бы есть но доступ к нему не очень если мы опускаем спинку то к нему доступ закрывается в общем какой-никакой багажник там есть все с этим все принципе более менее терпимо так колеса естественно не надувные полиуретановый само собой давайте теперь сложим колясочку и посмотрим как она сложена виде кстати преимущество тростей перед книжечками мое мнение не навязывая это то что у нас идет вот такая вот вниз рама и когда мы заезжаем на бордюры поребрики кому как удобнее нагрузка распределяется более эффективно нет никакого перегиба перегиба рамы в книжечках как обычно бывает вот поэтому есть такое преимущество у тростей уверенности больше вот в такой городской чистой эксплуатации в этот момент мне лично нравится у тростей очень имейте ввиду так что касается того как ее складывать здесь чтобы ее сложить нужно парочку манипуляций оттолкнуть здесь нажать здесь и потом толкаем вниз срабатывает механизм этой книжке срабатывает механизм защелкивания все и мы ее можем катить здесь как бы медаль с двумя сторонами да можно катить понятно но она длинная грязные колеса с двух сторон много места занимает и вот это тасс а то сама хелесова пита скажем так тростей они не компактны казалось бы трость для путешествий все понятно но вот это вот сложенном виде такое уже это уже в прошлом скажем так сейчас гораздо компактнее удобнее колясочки делают поэтому и наверное производители избавляются сейчас от тростей переходят полностью на книжке но еще для староверов есть поэтому имейте в виду вот так вот ставим нажимаем распор очки все она готова к эксплуатации поэтому все что хотел рассказать и вам рассказал кстати держатель для стакана тоже идет комплекте для бутылочек прикольно дождевика нет поэтому дождевичок бы я порекомендовал докупить отдельно и еще бы кстати порекомендовал так как она все-таки для путешествий тоже хорошо относительно подходит докупить к ней транспортировочную сумку она в комплекте не идет но зато можно купить ее в первой коляске а ссылку внизу оставлю фирменные чехлы и для тростей есть и для книжек для чего угодно они абсолютно недорогие там полторы две тысячи хорошая качественная сумка транспортировочная поэтому самолет упаковали отдали она там живее будет чем без этого и не будет загвоздана очень сильно вот собственно добавить мне больше нечего если обзор был полезен и интересен ставьте свой лайк подписывайтесь на канал это очень помогает развитию канала вам хочу пожелать сделать хороший грамотный выбор коляски для вашего ребенка и удачи на дорогах